Хорошим педагогом может считать себя лишь тот, кто поистине и учитель, и наставник, кто растит подрастающим поколения его лучшие качества. Ежегодный конкурс «Педагог года» раскрывает в преподавателях Щелковского района новые грани их талантов, дает возможность показать свои профессиональные умения выбранной профессии. Учителя школ, учреждений дополнительного образования, воспитателей детских садов. В этом году в конкурсе «Педагог года» участвуют более 40 конкурсантов. Все эти люди отдают себя целиком и полностью благородному делу. Учат молодое поколение. Традиционно конкурс проходит в четырех номинациях. Учитель года, воспитатель года, сердце отдают детям, где соревнуются педагоги дополнительного образования, а также педагогический дебют. Здесь свои знания и умения демонстрируют молодые преподаватели, чей стаж составляет не более трех лет. На протяжении многих месяцев вы в очень напряженной борьбе, работе делали все возможное и невозможное, чтобы еще раз показать и доказать, на что же способен наш российский педагог. Самые инициативные, самые смелые. И они показали то новое, что есть в науке. Вносите большой вклад в воспитание наших детей. Они приходят маленькими, а уходят уже срослыми. Сегодняшний праздник отражает сущность вашей работы. Это творчество. Творчество в деле воспитания и обучения наших детей. В этом году за звание быть лучшим боролись рекордное количество участников конкурса. 48 талантливых педагогов со всего района. Но прежде чем выйти в финал конкурсантов в течение полугода, пришлось преодолеть несколько этапов соревнования. Они проводили открытые уроки, участвовали в творческих заданиях. Огромное представительство практически всех учреждений района, всех сфер, точнее всех направлений. И что особенно отрадно, в этом году впервые у нас участвуют только от школ 16 учреждений. Для них открываются новые просторы, интересные занятия с детьми, открытые мероприятия. В номинации «Педагогический дебют» победу одержала Валентина Палагина, учитель начальных классов Монинской школы номер 3 имени Красовского. Воспитателем года стала Ирина Ячменева, воспитатель детского сада номер 47 «Бельчонок». В номинации «Сердце отдаю детям» лучшим был признан Александр Таран, педагог детского центра «Лесная сказка», руководитель объединения «Авиамастер». Ну а звание «Учителя года» досталось Светлане Исаевой, педагогу Монинской школы номер 1 имени Фалалеева, учителю английского языка. Немного неожиданно, но где-то, наверное, в подсознании хотелось, верилось. Участвовать было очень весело на самом деле. За это спасибо и жюри, потому что отнеслись очень к нам по-доброму, поддерживали, улыбались нам. Достаточно необычно, но нас это как педагогов подстегивало, заставляло повышать наш профессиональный уровень. На сцене было до слез. Неожиданно, приятно. Самооценка однозначно повышается. Это следующий уровень, следующая ступенька для педагога, для учителя. Пройти в финал уже маленькая победа. Труды конкурсантов не остались, не замечены. Их наградили подарками и призами от района администрации и спонсоров. Ну а первым в своих номинациях, а также призерам конкурса вручили гранты главы Щелковского района. Также в ходе церемонии были вручены сертификаты депутата Мособлдумы Владимира Шапкина образовательным учреждениям, где работают выдающиеся преподаватели. Победители же теперь представит Щелковский район на областном конкурсе «Учитель года». Анна Балиет, Валерий Жегле, телерадиокомпания «Щелково».